Мы озвучали на выступлении Татьяны Александровны Косаткиной о том, что Данил Андреев предугадал многие вещи в особенностях общения между людьми в наше время, но не мог конкретно увидеть, как это будет воплощено, не мог предвидеть интернет, не мог предвидеть, в каких формах будут мгновенные какие-то обмены. И мыслями, и эмоциями, и какими-то даже духовными толками между людьми, которые находятся на полосе даже конца Земли. Вот, собственно, об этом я не речусь, но только речится от высокой теоретического аспекте, а как опыт уже нескольких лет работы в этой пространстве. Я просто нескольких пунктов прочитаю, а саму статью вы почти не прописали. Я несколько раз в последние два года оправдался сидим в новом церкви с связанным с успехом, в котором выступили за своему действию. В процессе становления нашего коллективного человеческого организма это отображается на сегодняшний день, как портал «Воздушный замок». Сергей рассталкивался с непреодолимой, как выяснилось проблемой, с невозможностью не просто описать эту сущность, но даже из-за того, что он будет связанным с представлением основной черты. Как я понял, причины включены в самой ее природе, а именно в том, что мы имеем дело не столько с объектом, но сколько с процессом. И описать его не проще, чем любой творческий процесс или жизнь как таковое. Эта сущность имеет интерактивную природу и постигается, значит, он будет описан только в диалоге. Сущность косогорная не может быть отражена в тексте индивидуальном, просто по определению. Я очень много пропускаю. Вот, возьми, шамаминные. Предсказанную эту делу модели Руси Коху мы понимаем как госгуманистическую дыру, а ее культуру как синтез средневековой и гуманистической модели, индивидуального и коллективного творчества. Есть два противоположных, по сути и по духу, варианта такого синтеза. Первое. Дух системы. Это, значит, торжество некой универсальной системы, вбирающей в себя государство, религии и культуры, создающей своего рода религиозно-культурное эсперанто. Одну формацию, одну идеологию, единую систему мировоззрения. И второе. Дух диалога, создающий ансамбль государств формации культуры и религии без их смешений в одной системе. Второй вариант, на наш взгляд, отвечает правоучеством Даниила Андреева о женственной природе духа Розы Мира и о том, что в грядущей их религии нет своего трансминга и никогда не появится. Резинственный дух не творит новых объектов, он творит новую атмосферу внутри уже створенных. Новая атмосфера побуждает потребность в идеологии, помогает состояться новому качеству отношений между феноменами. Восприятие какой-нибудь системой как проекции истинной меняет отношение к другим системам проекции, их отличиям и даже к логическим противоречиям, возникающим при совмесении разных систем понятий. Диалог в проекте становится и способом познания целого и новым раскрытием в каждой из тонких региозных систем, их обогащением насчет нового качества общения. Я не буду сейчас конкретизировать, но очень подробно описаны собственные опыты нашей работы уже несколько лет, в которые вовлечено довольно много людей здесь присутствующих. И перейдусь сразу к заключительным разделам. Значит, на конкретных примерах, в многогранных соборных кристаллах, в качестве нового искусства, только-только зарождающихся, пусть пока в зачаточном виде, можно показать, в чем его принципиальная новизна, в чем органичность для эпохи диалога или эпохи рода мира. Например, в мере истории зарождения, становления интернет-портала, в котором идем прежде, но вкратце рассмотрели эти новые качества и пытались показать, за счет чего они реализуются. Первое. Изменение роли читателя в пассивные на интерактивные. Второе. Не изменило более тесное взаимодействие творческих индивидуумов, в том числе за счет исключения разделяющего фактора пространства, за счет живого затворчества в одном совместном соединительном проекте. Третье. Взаимопроникновение жанров и методов познания, способствующие объемному мировосприятию, проникновение разных художественных реальностей друг в друга и совместное творчество общего мифа, способствующие развитию мистического и космического мироощущения, изменение приоритетов между индивидуальным и коллективным, способствующие восприятию индивидуального творца как грани соборного кристалла, а не как самодостаточного автора. Мистериальная сторона нового искусства, некий солярис, размывающий границ между реальными жизнями и произведениями искусства. И, наконец, по следующему, возможности информационного обращения определенных духовных сущностей в свободном интерактивном пространстве. Вот, вы видите, что это как-то декларативно и как бы ничем не подкреплено в моей речи, но это будет подкреплено, собственно, в статье, которую вы меня начали прочтать. Спасибо. А сейчас мы приглашаем Пасхова Евгения Васильевича, который с очень критическим названием выступления и шел с ним, груздал по зеленой девочке дороги. Спасибо. Он Евгений Васильевич, город Прядь, член Совета Российских Писателей и гордуюсь тем, что ждать рекомендации дал присутствующий здесь Владимир Борисович Микушаевич. Времени, к сожалению, мало, но так как все-таки практически все выступления так или иначе касались розы мира, я буду говорить больше о поэте Данииле Андрееве и, как бы, удовлетворяя, может быть, в какой-то мере, ну, в хорошем смысле, притязание Андрея Великова, который сказал, где Андреев, где духовеная природа, которая во многом способствовала тому, чтобы Даниил Андреев стал тем поэтом, которого мы знаем. Прящена духовная родина поэты и мыслителя Даниила Андреева. Трудно представить, как пришло развитие его таланта, если бы судьба не привела юного Даниила в эллины в город Трубчевск. Несколько предвоенных приездов в продолжительные странства по Трубчевским лесам, общение с живописной рекой Еруссой, дружба с семьей местного художника брата Си Апатилевича Невенка спустя годы орукнутся в душе поэта лирическими циклами, стихотворение сквозь природу, босиком, зеленую поймой, поэмами и речи, весная кровь, гулянка, страницами пророческих озарений в грузе мира. До самых последних дней Даниил Андреев не забывал о том счастливом времени, что даровала ему судьба на Трубчевской, Брянской земле. Я мог бы рассказывать без конца об этих прощальных днях, о буднях и праздниках, об игре на берегу девичок. Это строки из сотворения из цикла «Отпусти и жизни». С ним соседствуют другие. Я не один, друзья везде, во врагах, в струях, в борозде, журчат, мне печет и поют, насквозь пронизывают сны и охраняют мой приют у тихо плещущей десны. Они прохладны тихолей моих садов, моих детей. Они играют в шалаше, скользят у плещущих озер, шуршат в полночном камыше, моих дремучих девичок. И еще несколько строк из того же поэтического цикла, под которым стоит врата их создания, 1950 год. Время заключения поэтов в Вадимовской тюрьме для политзаключенных. Сердцу заплаку, прижму былое, мой драгоценящий, и здоров, пусть он греховен, знай, не спорю, только люблю я, люблю навек. Ты не осудишь слабость и горе, Господи, ведь я человек, верую, доверяюсь, приемлю, все покрываю единым, да, только еще раз на эту землю, траву, грехов, люди, сюда. Тот, кто бывал в Трубчевских краях, бродил по Трубчевским лесам, тот знает, насколько притягательна эта земля. С ноября 1994 года в Брянске и Трубчевске с охватом и других городов проходят Андреевские литературные чтения. В них принимали участие известные поэты, гритики, культурологи, музейщики, музыканты, журналисты. Не раз в Брянщинах встречала Аллу Александровну Андреевну. Желанной гостью она всегда была в любимом городе Данила. Из тех, кто принимает участие в нашей конференции, посвященной 110-летию Данила Андреева, трижды был на Брянщине, Трубчевске и принимал участие Владимир Борисович Микушевич, который сам является не только замечательным мыслителем, философом, но и прекрасным, самобытным поэтом. Здесь присутствует Ирина Николаева, она была на 15-х Андреевских чтениях. И Борис Николаевич Романов, которого все теперь уже хорошо знаете, который принимал участие в 14-ти чтениях. Первое же оказалось то, что эти чтения начали в 94-м году, это абсолютно верно. Но у этих чтений было то, что называется некая духовная или просветительская, как угодно, подоплета. В 1991-м году я знакомлюсь с Аллой Александровной Андреевой и сопровождаю ее в первую поездку в Трубчевск. Вот со мной была вот эта книга, которая потом была со мной несколько раз в экстрациях по Трубчевским лесам, и не только там. И на этой книге автокарх Аллы Александровны, Жени Боткову, с радостью, что мы вместе побывали в Трубчевске. 10 июня 1991-го года. И тогда же, когда она впервые оказалась в Трубчевске, и впервые внизу увидела струящуюся песну и потрясшая красотой запеснянские дали, она не смогла сдержать своего восхищения в строке сетворения весной с холма. Здесь, на месте старого городища, неожиданно приобрели особое звучание. Она вспомнила их, я напомню эти строчки, с тысячелетних круч, где дальше ухтела Нивами, до темной парчой душмяной конопли, проходят облака над скипскими разливами, задумчивая рать моей седой земли. И Питер, духмяная, как он напечатал русских богах, Алла Александровна неизменно поправляла, особенно, когда читала все творения сама. Даниил Андрею отухотворил красоту, открытшуюся ему сбылиного крутая пейзаж, так зримо, с такой божественной силой, запечатленной в слове, теперь и уже давно достояние истории славянности. Но я хочу сказать, что у этих вот Андреевских чтений была подоплека, о чем я уже начал говорить. И прежде всего, то, что в 1991 году, в ноябре, Александрова привозит с собой Бориса Чукова. Его нет, к сожалению, на нашей конференции, но иногда кое-кто его вспоминает. Вот я вам покажу просто несколько фотографий из тех снимков. Это 58-й год, оригинал, это не пересъемка, это то, что присылал мне Борис Чуков. Вот еще один снимок, они уже сейчас хорошо известны и так далее. Но, кроме того, я покажу и те публикации, которые присылал мне Борис, и я ему очень благодарен, потому что с этих публикаций началось узнавание не только на Брянской земле. Вот присутствует Наталья Загремель из Киева, она была своей бабушкой в багаре, и, говорит, я в первые прочитала стихи Даниила Андреева в Брянских известиях. Вот эти сплотки я получал от Бориса Чукова, это «Зеленую пойму», тот цикл, который Даниил просил прочитать Аллу Александровну перед своей смертью. И когда она прочитала, он сказал, хорошие стихи, и, в общем-то, эти стихи хорошие не были долгое время опубликованы, они публиковались в Брянских известиях, это была ежедневная большая газета, а потом уже вошли в отдельные издания, прежде всего, собрались и чтения, которые готовил Борис Романов. И вот еще, что я хочу сказать. В 91-м год это точка отсчета того культурного феномена, что позднее получит название Андреевских чтений. В 92-м году, перейдя на работу в областную ежедневную газету «Брянские известия», я стал получать от Бориса материалы. И вот процитирую одно письмо его. Не просто материалы. Сейчас, когда прошло 25 лет, когда Даниил уже наше все, можно сказать, ну, по крайней мере, тем, кто присутствует здесь. Я получил такое письмо от Чутова, у меня была большая из них переписка. После твоего звонка немедленно подготовил статью сегодня 16-го 10-го, ее высылают. Это 92-й год. Вчера мне позвонила Алла Александровна. Она довольно долго пробыла в Владивостоке, где выступала с лекциями. Слава Богу, полна энергии и новых планов. Если твою редакцию заинтересует, я мог бы высылать для публикации в твоей газете опубликованные еще не опубликованные стихи Андреева. Скажи только, какого характера твоя газета могла бы анонсировать на 93-й год воспоминания его подруги Усовой «Данила Андреева и жизнь». Рукопись хранится у меня, ее объем 5 аторских листов. Конечно, нужно напечатать в отрывках. Есть еще Татьяна Морозова-Лавяничнева, детство Дани, и Митрофана, семья Доброго. Вариант последний был напечатан лет 20 назад в сборке Орбовского музея. Высылаю также одну фотографию. Могу выслать еще. Как всякий автор попросил бы тебя мою статью не сокращать. Твой друг Борис. Вот я заплатил несколько номеров, у меня огромный архив по Андреевским чтениям, и, дай Бог, все-таки появится книга и об Андрееве наврядчик. Вот видите, вот такая газета. Это первое чтение Аллы Александровны выступает. Здесь же статворение Владимира Борисовича Никушевича урочище «Рум». «Рум» это... Посвященный Александр Евгении Васильевичу. Да, посвященный мне. Спасибо. Вот. Но дело в том, что... А вот номер я хочу показать тоже по-своему исторически, потому что здесь первая публикация воспоминаний Бориса Чулкова это 5 ноября 5 ноября 1000... Вот 92-го года, видите, только через два года эта статья будет напечатана в независимой газете. Стих его не пролился перед кумирами как Елей. 86-й год общения Данила Андреева. То есть это как бы малая толика. А вот еще один номер ну, по-своему исторический, потому что Борис Чулков вместе с Владимиром Борисовичем Мегушевичем открывает мемориальную доску на доме Протасия Пантелеевича Левенка. Видите, к сожалению сейчас нет ни этого дома ни доски. Но тем не менее публикация, которая были осуществлены в этой газете в том числе и слово Владимира Мегушевича при открытой доске было напечатано и я думаю что она войдет в книгу. Видите, вот такие вот большие полосы вот на второй полосе мы все помоложе это на четвертой полосе мы открываем доску и проводим вторые Андреевские чтения. Ну, так как времени к сожалению мало у меня 25 страниц написаны я мог бы конечно во след Данилу Андрееву рассказывать без конца об этих непрощальных днях но тем не менее я просто назову тех людей которые принимали участие в этом и это было очень непросто потому что всегда не хватает денег их не хватает 25 лет еще будет не хватать многие-многие годы вот но мы не будем сейчас подобряться публицистам новейшего времени я хочу сказать что некоторых уже просто нет на свете Четыречная принимала участие в этих чтениях Алла Александровна Андреева она очень любила Брянщину она блестяще выступала последнее выступление было в Унече это районный центр в 130 километрах от Брянска и в Новозыбке и вот сегодня кто-то называл что она беречно хранила ладоньку которую Данил с Святым Саровским с родимом с которым он не расставался она потеряла в Нече это было можно представить какая была грамма в конце концов ее отыскали Данил Андреев говорил он знаком был с этими местами не просто знаком не только с Крубчевском завтра песню запою провозил кузыбхую просады в родном краю Брянске Новозыбками вот я привез Аллу Александровну всех гостей в Новозыбку это был 2004 год а через несколько месяцев вы знаете Алла Александровна трагически погибла сегодня кстати на вечере в доме литераторов будет продаваться книга все-таки существует несколько экземпляров которую Борис Николаевич Романов выпустил в прошлом году в издательский круг там опубликованы мои воспоминания о моем элицине оборвавшийся труд сохранить так вот кто приезжал на Брянщину я долго заманил вместе с Романом вместе с Аллой Александровной потому что всякий раз обсуждали кандидатуры и это кандидатуры должны были быть очень значимы не просто поэт не просто писатель не просто философ а человек который мог бы говорить и знал что нужно говорить о Данииле Андрееве мне однажды Станислава Лесневский к сожалению покойный сам блестящий критик знаток Блока и поэту Серебряного века выпустивший немало книг «Прогресс-приятие» издательство которым он руководил говорил Евгений Васильевич у вас нет женщин возьмите Луднину Краснову а я ему отвечаю зачем мне Луднину Краснову он пишет стихи пусть их читает в Булгарховском доме или где-нибудь СДЛ и так далее вот я хотел заманить Станислава Бемовича Джеклинова с которым вы были знакомы если участвовали в Андреевских конгрессах увы 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 был Владимир Леонидович Махнач замечательный такой человек историк